От текущей трубы канализации Ирина страдает уже четвертый год. Говорит, когда водой пользуются соседи сверху, ее кухню в буквальном смысле заливает. Как следствие, на стенах потеки, плесень и неприятный запах. За помощью женщина обращалась в районную администрацию, но кроме обещаний ничего в ответ не получила. Они пришли, повздыхали, обещали. Два месяца им звонила. Они должны были договориться с подрядчиками, которые это сделают. В конечной методе оказалось, что с подрядчиками не заключили договор. Никто делать ничего не будет. Возмущает Ирину и тариф на содержание дома. Ежемесячно оплачивает около 200 гривен. Но изменений ни в подъезде, ни на фасаде дома нет. Лет пять платили по 80 гривен, а вот уже получается с октября по 198, 33 содержание дома. И куда эти деньги идут? Я задавалась вопросом, даже когда 80 платила. В доме ничего не делается. Коммунальщики о проблеме текущего стояка канализации в этом доме знают. Говорят, тормозит проведение работ предыдущий подрядчик, который так и не приступил к ремонту. К сожалению, не все подрядчики оказались такими, какими мы хотели их видеть. Сейчас перезаключаются, скажем так, договора. И я надеюсь, что в ближайшем будущем мы эту проблему устраним. Сегодня вечером у нас будет оперативное совещание на предприятии, где будет, я думаю, наконец-то решиться вопрос о подрядной организации, которая будет производить работы на данном участке. В КП «Наш город», говорят, не за горами и капитальный ремонт дома. Данный дом поставлен на 2018 год по капитальному ремонту. Туда войдут и замены сетей канализации, холодного водоснабжения, центрального отопления, ремонт отмостки, цоколя и кровли. Продолжение следует...